Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радио центра Сангейс начинает свою программу. У микрофона Майкл Мелехов, руководитель центра. Сегодня 2-е, 3-е, 3-е июля 2016 года, воскресенье в Чикаго 8.45 в Москве 16.45 дня и сегодня у нас известный человек, наш большой друг и это не первая наша программа, дорогие друзья, поэтому все программы у нас записываются, они выставляются на YouTube, на Facebook и вы можете их прослушать в записи. Зовут нашего гостя Сагар Махарадж и я рад приветствовать вас в нашей студии. Спасибо большое. Ну и принимает участие также Наталья Шкловская, Шригуру, духовное имя и ведущая программы на радиостанции в городе Чикаго 14.30 М, Ведическое сердце. Добрый день Шригуру. Доброе утро. Доброе утро, да. Ну давайте мы начнем тогда. Вы приехали сюда, Махарадж, с определенной какой-то целью. Вот расскажите, какая была цель в этот раз вашего визита. Вы периодически посещаете Чикаго и вы в этом году уже были, по-моему, да? Мы с вами беседовали, правда, вы не были в Чикаго, мы беседовали с вами по интернету, когда вы получили титул Махарадж, с чем, конечно, все, кто еще не успел вас поздравить, поздравляют. Ну, какова все-таки была цель вашего визита в город Чикаго, поскольку вы приезжаете, вы какие-то лекции всегда, с интересными лекциями приезжаете. Вот какая сейчас тема? Безусловно, но все темы, с которыми я приезжаю, это в основном личностный рост и также межконфессиональное взаимодействие, потому что я вижу, что это две темы, которые являются ключом к решению практически всех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Ну, и личностный рост человека зависит от кого или от чего? Это зависит от самого человека, это зависит от окружающей обстановки, от его учителей, как ему повысить свой личностный рост. Вот как-то мы все материально больше в мире живем, в материальном теле находимся, и очень трудно, мы же ограничены вот этими самыми материальными вещами. Безусловно, это комбинация всех вышеперечисленных факторов, но начинается все, конечно, с себя, начинается с собственного желания поменяться. Ну, появилось у человека желание, он хочет поменяться, тем более, что он слушает наши программы, где мы об этом говорим довольно часто, чуть ли не каждый день. И вот первый, он решил поменяться. С чего ему надо начинать свой личностный рост? Знание, практика и руководство. Знание. Что имеется в виду под знаниями? Знание о себе, как абсолютное, так и то, что мы называем материальное. Практика, которая способствует личностному росту и руководство специалиста. Махарадж, мы с вами перед началом буквально пару минут поговорили, и сегодня у нас столько много информации в мире, особенно с развитием интернета, и человек запутался, и он получает эту информацию буквально отовсюду. И ему все говорят, вот в этом направлении надо двигаться, с этими практиками, с другими практиками. Опять же, конфессии разные. Вы говорите знания самого себя. Ну, допустим, мы body, mind, spirit, тело, дух, душа, мы это как бы понимаем. Но вот в практике у всех разные, вот в конфессиях у всех разные практики. И, в общем-то, и каждая конфессия подразумевает своего Бога. Ну, как бы, правильно? То есть, если ты не с нами, ты как бы против нас, получается. И возникает очень много конфликтной ситуации. Я хочу напомнить, дорогие друзья, потому что, в общем-то, это не просто духовный титул Махарадж, а еще вы являетесь президентом при ООН, ассоциация, которая называется SUN. С-Ю-Н. То есть, это, в общем-то, вы улаживаете конфликтные ситуации. Причем в масштабе достаточно серьезном. Каким образом сейчас улаживаются вот эти ситуации, если внутри даже одного течения возникают какие-то разные группировки и какие-то разные школы? Ну, в частности, мы знаем школу личностного и безличностного, Мэйвади и так далее. Как вот эти конфликты могут, можно уладить, если они вообще диаметрально противоположны? Да, но для этого необходимо, чтобы у того, кто улаживал эти конфликты, было очень широкое видение и понимание того, почему люди следуют той или иной практике. Да, практики могут быть разные. Точно так же, как, например, в школе, в разных классах дети изучают совершенно разные темы, разные предметы. Но это все часть одной школы. Точно так же школа жизни. И самые главные уроки, которые мы должны из жизни извлечь, и самые главные экзамены, которые мы должны пройти, это духовные экзамены, понимание того, кто я, для чего я живу, в чем смысл моей жизни, от кого все зависит, как устроен этот мир. И различные духовные практики предназначены для удовлетворения различных потребностей людей, находящихся на разных уровнях сознания. И примирить все это может только человек, который видит всю картину целиком. И кто это человек? Духовно развитые люди, которые обладают полными знаниями, по крайней мере, должны обладать полными знаниями, это вайшнавы или последователи сознания Кришны. Но это не значит, что они сразу будут обладать всеми знаниями. То есть, необходимо пройти обучение и через практику достичь определенной мудрости и опыта. Сахар Махарович, у меня такой вопрос. Ну, часто слышу, я, в общем-то, обращаюсь в этом обществе и посещаю Индию тоже. И часто слышу такое выражение. Он не вайшнав, он кришнаид. То есть, кришнаиды какое-то такое имя нарицательное стало. Как в свое время, тоже не секрет, это евреи, которые тоже каким-то стали нарицательным словом или конфессией. Ну, мы сейчас не будем обсуждать, почему это стало. А вот чем все-таки отличается кришнаид от вайшнава, если есть такое различие? Почему люди вот стали вот так вот делить, что ли? Ну, с академической точки зрения, кришнаид – это тот, кто поклоняется Кришне. А вайшнав – это собирательное название для всех, кто поклоняется Вишну. Хотя Кришна и Вишну считаются одной и той же личностью, но настроение, поклонение разное. И, безусловно, что чем шире группа, к которой человек относится, тем шире его мировоззрение. То есть, неправильно было бы говорить, что кришнаид – это плохо, а вайшнав – это хорошо, потому что точно так же, как неправильно говорить, что, например, все евреи плохие, или все евреи хорошие, или все черные плохие, или все черные хорошие, или все мусульмане плохие, все мусульмане хорошие. То есть, это называется дискриминация, и это, к счастью, представление, которое постепенно уходит в прошлое, и мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы эта дискриминация полностью ушла из нашей жизни, потому что людей надо различать не по группам, к которым они относятся, а по уровню сознания. То есть, если человек находится в невежестве, независимо от того, в какой группе он причисляется, национальной, расовой, религиозной, он будет действовать во вред себе и другим. Если человек находится в страсти, он будет только свои интересы учитывать, но будет действовать во вред другим. А если человек, если сознание человека в благости, он будет сосредоточен на том, чтобы приносить благо окружающим, и сам при этом также будет получать какое-то благо, но это временное благо, которое заканчивается с этой жизнью. Если человек находится на духовном уровне, он будет действовать для того, чтобы принести абсолютное и вечное благо и себе, и окружающим. То есть, и вот по этим четырем категориям необходимо делить людей, а не по какой-то конфессиональной, расовой или национальной принадлежности. Понятно. Хорошо. У меня вопрос... Можно я тоже? Да, да, конечно, Серега. Мне кажется, что Махарач очень важный сейчас момент, как бы так раскрыл, и можно акцентировать внимание вот на этих трёх гонах, гона благости, гона страсти, гона невежества, что действительно нужно людей различать не по конфессиям, не по группам, где они находятся, а по тому, насколько в них проявляются эти качества, гоня благости, или гоня невежества, или гоня страсти. А каким образом это можно различать? Как человек, который, допустим, даже не так обсудим духовное знание, который может видеть в духовном человеке, или религиозном человеке, в любви, или нет? Ну, именно по этим признакам, что невежество обозначает, человек действует во вред себе и другим. Например, есть представители каких-то религиозных течений, которые популяризуют какие-то вредные вещи, например, употребление наркотиков, или ещё что-то в этом роде. беспорядочные половые отношения и так далее. То есть, это то, что приносит вред и им, и другим. В гоне страсти люди думают только о себе. Конечно, в чистом виде эти энергии не существуют. Но, например, ИГИЛ, да, популярный, вот это явное проявление религии в страсти и невежестве. То, что люди в страсти хотят захватить власть, но, тем не менее, всё разрушается. Разрушение – это невежество. То есть, разрушение – это невежество, созидание – это страсть, поддержание – это благость, а вечное благо – это духовность. Получается, что лидеры в имени вежестве страсти способны точнее всего людей в имени вежестве страсти, да? Подобное привлекается подобным, да. Но знание – это энергия из категории благости, поэтому знания очень важны. Махараш, скажите, вот нет ли здесь такого конфликта? Вы сейчас обозначили разрушение, созидание, это всё как бы понятно. Но мы знаем о том, что цикл начинается, цикл заканчивается. И мы сейчас, живя в Кали-юге, в котором заканчивается цикл, вот этот, вот, скажем, Маха-юга заканчивается, и, допустим, Шива отвечает за разрушение. Можно ли сказать, что Шива находится в невежестве? Нет, он не находится в невежестве, потому что он не подвергается разрушению, он отвечает за разрушение. То есть... Но он способствует в какой-то степени разрушению? Да, разрушение иногда необходимо, точно так же, как, например, говорится, что колючку можно вытащить другой колючкой. То есть, минус на минус равняется плюсу. Если все основано на знании, то даже разрушение может привести к благу. Например, хирург, делая операцию, он разрушает ткани человека, но поскольку он делает это в знании, он приносит ему благо. Точно так же, есть определенные главенствующие личности в материальном мире, такие как Господь Шива, и они знают, как при помощи разрушения можно принести благо. Но это не значит, что эти личности сами находятся под влиянием этих энергий. Ну, да, это вполне логично, тем более, что можно перевести пример, когда на поле битвы Куркшетра Арджуна задавал вопрос Кришне, как это я могу идти против своих кровных родственников, кровных, это же, да, дед, и все мои братья, он ему сказал, ну, это надо через это пройти. Это как раз является примером, да? То есть, у нас, мы, живя в материальном мире, нам, как бы, многим трудно осознать эти вещи, поскольку мы оперируем только материальными понятиями, а ведь это понятие совершенно не материальное, это уже духовный мир, и поэтому формально, да, формально, как это идет, разрушение, но ведь, что потом? То есть, я помню, у меня дома находился Крисна Смарана в праву, и ему задавали вопрос о том, что президент храма Чикавского, ему задавали вопрос, как же так? Мы находимся в таком, то есть, он говорил, будет все плохо, как же все плохо? Он говорит, ну как, чтобы было все хорошо, должно быть как-то все плохо, почему? То есть, идет созидание, как война ставит последнюю точку, и после чего начинается вновь строительство, то есть, цикл должен закончиться, как бы то ни было. Шрегуру, у меня вопрос тебе, наверное, тебе проще рассказать, ты принимаешь Махарадж, и программы, которые, с которыми приехал Махарадж, и опять же, на радио ты ведешь, вот что, какие сейчас новые какие-то вот такие вот программы, о чем идет речь? О чем идет речь в программах Махараджа, как люди постигают вот этот личностный рост, какие вопросы задают обычно в этот приезд, можете про свой вчерашний опыт рассказать во время программ, вчера была небольшая семья, была небольшая группа, и иногда хорошо, что они большие, потому что они большие, которые, которые, они на земле, и нужно было написать, где было такое картино, нужно было написать, что ли вопрос был, что бы вы сделали, и что бы вы потратили здесь, или он. Это же говоря о том, что мы все точно очень часто на приобретении естественно, но полезно как бы на таком комбуте не поправить. Ты понимаешь, что тогда послить себя сильно на его лучшее. И второй вопрос, что бы вы сделали, ведь у вас осталось полгода для жизни, то есть, если для человека передуматься, может тоже потом это сделать, если для человека передуматься в том, что для него важно, чтобы он действительно подвесил в этом, в этом, в этом году в жизни. И потом, нужно было получать пять вопросов, которые нужно было написать и важных целей жизни. Когда мы написали этот важный вопрос, нужно было поделиться своими целями, своими ответами с центра искрения. И я подстала поделиться от моих знакомых хороших, и у нас в обоих было желание политического центра. И у меня это мои знакомые. Создание, да? Создание, да. Какое-то видение, для нас было отставили, для меня это, чтобы мы общались как человек, но всегда это не понимать какие-то предмутительные какие-то желания для этого человека. Может, нахер и точки, а они не могут подальше начать и даже начать. Все, кто были еще на семинаре, что для каждого какой-то момент в жизни осознание какое-то приводное внимание всегда лучше. и всегда направлены на осознание всегда лучше, понимание своей цели, понимание того, потому что сегодня настолько сумасшедшая скорость, когда мы живем, мы участвуем в механическом, и не понимаем даже, куда мы хотим двигаться. И всегда люди, которые успешны, люди лучше что-то понимают свою цель, и они как-бы в общем-то контролируют движение на себе. Это действительно очень интересно. Ну, у меня вот, Махараджи, к вам такой вопрос. Я помню, мне рассказывал Саша Рабинович в Раджи Махан, рассказывал о том, что когда он общался со своим гуру и задавал такой вопрос, и, кстати, это очень интересно, Махараджи ему задал вопрос, скажи, а на ком тебе надо или на чем тебе надо больше концентрироваться? Вот ты живешь в духовном мире, ты соблюдаешь все, так сказать, правила, на чем ты будешь соотношиваться? На Боге или на бизнесе? Ну, ответ очевиден. Он говорит, ну, как же, конечно, на Боге. Он говорит, нет, неправильно. Он говорит, как неправильно? На бизнесе надо? Как это на бизнесе? Мы же в духовном, так сказать, а вот расскажите, в чем тут дело? Почему вот такой конфликт возникает и люди действительно как бы не могут разграничить? То есть, мы все-таки единое существо, но с чего начинать? Ну, конечно, лучше всего этот вопрос задавать тому, кто сказал, сделал это утверждение, Махараджу, но я могу предположить, что в английском языке слово бизнес имеет два значения. Одно из значений, в принципе, изначальное значение – это дело, то есть, деятельность. И скорее всего, речь шла о том, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на Боге, надо сосредотачиваться на той деятельности, которая бы его удовлетворяла, точно так же, как говорится, что любовь – это несуществительная любовь, это глагол. То есть, если мы просто говорим человеку, что мы его любим, это не является таким убедительным аргументом, как какие-то поступки, которые демонстрируют нашу любовь. Ну, тут речь шла, может быть, я неправильно, так скажем, что ли, вспомнил, вот в чем был смысл этого, но дело в том, что если мы, скажем так, триединое существо, и школа у нас, в общем-то, идет начальная класса, потом идет средняя школа, потом высшая школа, в самом случае, так у нас на Западе, а потом уже идет какие-то там университеты. То есть, вот будем считать о том, что материя, это, так сказать, на этом этапе будем говорить, что она первична, допустим, но мы знаем о том, что она нам нужна для того, чтобы продвигаться. То есть, мы знаем, что мы ограничены этой самой материей, но тем не менее, для этого надо знать. То есть, мы не можем пойти, полететь туда, в духовный мир, не обеспечив свои какие-то материальные, мы же живем в материальном мире, то есть, физическое тело, оно должно как-то существовать, оно не должно болеть, и оно должно быть обеспечено вот теми, скажем, требованиями, которые предъявляет нам материальный мир. Это правильно? Один из мудрецов древности, знаменитый индийский мудрец, Чанаки Пандит, говорил, и, кстати говоря, все его высказывания, это ведические цитаты, то есть, он даже не свои слова приводил, примеры, а слова других мудрецов, что человек, который отказывается от вечного ради временного теряет вечное, потому что он от него отказался, и теряет временное, потому что временное временно, то есть, вот здесь очень важно выставлять приоритеты, что если мы пренебрегаем духовным ради материального, то мы теряем это и другое, но противоположное, так же справедливо, что если мы ставим духовное своим приоритетом, то мы так же получаем все материальное, как, например, это просто элементарно подтверждает даже наука, что духовная практика приносит человеку массу дополнительных благ, таких как здоровье, уверенность в себе, поддержка общины и так далее, и так далее, успехи в жизни, положение, то есть, это все материальное благо, которым люди стремятся, но если человек занимается духовной практикой, все эти блага приходят к нему, даже, ну, несмотря на то, что отдельно к ним не стремится, как, например, столько людей элементарно просто не могут бросить курить, да, а для того, кто занимается духовной практикой, не проблема не только бросить курить, но и пить, но и наркотики, но и беспорядочные половые отношения, и упорядочить и свое питание, и режим дня, и глупостями не заниматься, не терять деньги, там, в базарных играх и так далее, и так далее, то есть, почему? Потому что у человека есть высший вкус, у него есть высшая цель жизни, у него есть знания, поэтому все эти виды деятельности, относящиеся к низшим энергиям, автоматически отпадают, поэтому духовное всегда будет, должно быть приоритетом, и люди должны это понимать. Махараш, а скажите, ну, существует такое понятие дарма, предназначение человека, ну, и не у всех людей, вообще-то говоря, на земле, предназначение человека в этой, скажем так, будем говорить, жизни, в этом материальном, физическом теле, ну, двигаться к Всевышнему, духовное образование, кому-то надо и материальными заниматься, только, кому-то надо быть и, в конце концов, менеджерами, кому-то надо быть и рабочими, кому-то надо быть и президентами, наверное, и как в этом случае быть? Может быть, оставить их? То есть, они просто не в курсе дела и не хотят они этого? Даже если ты им будешь говорить, если они будут слушать Сангейц радио, допустим, или что-то другое, какое-то радио духовное? Как вы считаете? Или это всем подряд, всем людям, которые живут на земле? Безусловно, это нужно всем, но говорится, что каждый должен развиваться духовно в соответствии со своим положением, потому что, например, если кто-то духовный учитель или священник, то это деятельность, которую он посвящает все свое время. Это и его духовная жизнь, и его профессия одновременно, но если у человека другое положение в жизни, он должен понять, как духовность применима в бизнесе, он должен понять, как духовность применяется в политике, он должен понять, как духовность должна проявиться в его работе. И именно в этом отличительная черта ведического подхода от всех остальных подходов, что духовность это не какая-то отдельная часть жизни, не связанная с профессиональной деятельностью, духовность должна быть проявлена во всем то есть я должен понимать что я делаю все что я делаю для бога кто такой бог и каковы его правила каковы его желание если я буду действовать таким образом я получу максимальное и материальное духовное благо до 11 очень известный человек он был свое время министром или какой-то пост занимал в правительстве сингапура и на протяжении более чем 20 лет он занимался развитием то есть он был генеральным директором компании сингапурские авиалинии сингапур это мелкий город мелкая страна всю страну можно проехать на машине за 40 минут если кто-то побывает сингапуре можете проверить 40 45 минут достаточно чтобы проехать от границы до границы и соответственно сингапурские авиалинии ну что они из себя представляют но этот человек кстати говоря христианин его зовут пилай и он прочитал бхагавадгиту и бхагавадгите есть утверждение о том что если человек стоит на пути духовного развития служение богу он должен быть целеустремленным и сосредоточенным и он подумал как это этот принцип применим в моей работе и он понял что наше служение богу заключается в том чтобы идеально выполнять наши обязанности перед пассажирами наших авиалиний то есть служение пассажирам это часть нашего служения богу и он вдохновил этой идеей всю свою компанию и в результате этого сингапурские авиалинии поднялись на мировой уровень если вы летали сингапурскими авиалиниями или же через сингапур вы знаете что сингапурский аэропорт на один из может быть и даже единственный аэропорт мире где вы можете бесплатный массаж получить то есть есть специальные машинки для того чтобы массировать ноги бесплатное массажное кресло вот и там идеальное обслуживание и сингапурские авиалинии отличаются тем что ну там просто комар нос и не подточит то есть вот пожалуйста он применил всего лишь один принцип духовной жизни к бизнесу бхагавадгите 700 таких стихов можете представить что если человек все 700 стихов применяет в отношении к своей жизни и бизнесу какого успеха он может достичь ну на самом деле действительно существуют какие-то магические практики сегодня они чем дальше мы как-то живем тем больше что-то там с магией все связано эзотерика и так далее на самом деле это же высшие силы на самом деле в индии живут пандиты которые занимаются этими магическими практиками уже не знаю сколько там тысячелетий десятков и миллионов один из них кстати вам передавал большой привет которым очень неплохие так скажем друзья много раз каждый раз приезжая в индии с ним встречаюсь и он да и вашего гора и дарди у нас вами он принимает и я вот он занимается такими же магическими практиками применяя и в общем-то материальной мере все происходит именно так хотя вроде бы непонятно ну сегодня это расхожие сейчас я применю магию я сейчас вот причем как из позитивной точки зрения так и с негативной но вот как-то сегодня это ну своего рода до что магия это и есть вот то что мы беседуем и нас вот слушают я вижу на интернете люди это уже говорит о том что мы находимся мы магией занимаемся можно сказать но самое главное это конечно понять что за всем стоит наука и здравый смысл очень интересно что духовный учитель основатель нашей организации сила правопада говорил что сознание кришны или духовное сознание это 90 процентов здравого смысла вот и очень часто к сожалению здравый смысл отсутствует из-за этого людей проблемы духовное развитие то есть что такое здравый смысл это благость а духовное развитие это чистая благость и чистая благость может основываться только на благости поэтому здесь но надо больше акцент делать на здравом смысле чем чем-то таком непонятным махарач я знаю вы очень ограниченного времени тем более что завтра вообще уже уезжаете и и у нас остается совсем немного времени тем более надо еще может быть немножко записать программу другую в другом формате мне на радио вот наверное последний вопрос сейчас идет вот такие споры что такое болезнь или тяжелая болезнь это что ну вот человек так себя ведет или это то что он неправильный образ жизни скажем ведет имеется ввиду до физическом уровне то есть иными словами карма ли это может быть шигуру ответить на этот вопрос она занимается этим вопросом более профессионально интересно что интересно что интересно что интересно что что интересно что сейчас это хорошо у человека как-то не любит и не работает И мы в любом случае находимся в этом мире, где есть рождение, старость, болезнь, смерть. И нам не нравятся эти вещи, никто не хочет умирать. Но когда у человека всё комфортно, то он расслабляется, всю семья хорошо, со здоровьем всё хорошо. Он просто наслаждается этим миром, не додумываясь о том глубоко, кто он, для чего всё. И особенность болезни заставляет человека как-то, то есть, куда-то двигаться. Он заставляет человека начать какой-то поиск, над чем-то задумываться и просто какие-то совершать усилия. Даже усилия как-то лечиться. То есть у меня сегодня это было понимание. И один из моментов, другой момент. То есть вот это вот, как бы сегодня, я очень сильно как-то так, я прямо это как увидела, потому что у меня у самой этой состанки с людьми, которые болеют, и, конечно, к ним сострадание чувствуешь, как бы хочется, чтобы они были здоровы. И я стараюсь помочь. Но вот сегодня вот так вот очень сильно, я это увидела, как часто, как милость Бога в человеке, чтобы он начал свой внутренний путь. Но, конечно же, также болезни разные. И многие читали Луизу Хейн, я это вижу на практике, ко мне приходят разные люди. Я вижу очень часто, как болезни, они связаны с разными эмоциями. Как вот реально я вижу, у человека много нервничает, у него желудок страдает. Или человек гневается, и печень страдает. Страх за деньги, страх, и почки страдают. То есть я это как бы знала, но я вот это реально вижу уже на практике, когда вот я общаюсь с людьми. Я знаю, ты занимаешься и достаточно серьезно, занимаешься такими практиками, которые называются расстановки, семейные расстановки Гарту Хилленбюру. Да. То есть означает ли это, что ты считаешь, что причины каких-то серьезных заболеваний лежат в прошлом родовые расстановки? Да, конечно. То есть, иными словами, это карма, да? Ну, опять же, да, мы же попадаем, карма, она определяется очень сильно рождением, но поэтому очень важно, например, всегда принимать своих родителей, не критиковать их, потому что, когда мы критикуем своих родителей, мы критикуем Бога. Как мы попали в семью к нашим родителям? Выше сил нас послали в эту семью. И попадая в эту семью, мы также связаны как бы с генетическими болезнями, потому что мы имеем похожие качества также. В общем, это целая тема, можем как-нибудь о чем поговорить, конечно. То есть, вероятно, что если к нам пришла какая-то болезнь, то, возможно, это и заставит нас задуматься над тем, что мы как-то что-то не так делаем? Все, что к нам приходит в жизнь, говорится же, да, в Библии, что и трава не шелохнется без воли Бога. Вот это вот, каждый человек, это вот искусство начинает это принимать, что все, что ко мне приходит, в чем в этом есть смысл? Когда мы спрашиваем у Бога не, за что мне это, а если мы спрашиваем Господь, что ты хочешь мне этим показать, и как мне с этим быть? Вот на этот вопрос тогда, вот если человек сможет такого вопроса дать, именно желанием понять, тогда он сможет начать двигаться вверх. Когда люди обижаются на то, что к ним приходит в жизни, тогда они наоборот как бы могут деградировать, как бы расти в обратную сторону. Но в любой ситуации, какая бы ни была сложная, вопроса, Господь, что ты хочешь от меня в этой ситуации, куда я должен двигаться, этот вопрос ему поможет росту. Тогда эта ситуация будет блага. Ну и сколько людей я встречаю в жизни, вот даже недавно встречались мы с одним молодым человеком, который чуть не погиб, попав на парашюте в озеро, стал инвалидом, но сегодня он вылечил себя, и духовно он получил очень много опыта, и опыт жизни, который он получил, и он сегодня благодарен за тот случай. То есть для человека всегда выбор, что он делает в ситуациях, которые с ним происходят. И те, кто действительно правильно приняли эту ситуацию и стали расти в ней, большинство из них благодарны. Это тяжелый урок всегда. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Ну, дорогие гости, я хочу поблагодарить вас за то, что вы все-таки нашли время. Тагар Махараш. Спасибо вам, что организовали. Да, спасибо. И я надеюсь, я уверен в том, что эта программа не будет нашей последней программой, а мы будем встречаться еще и еще, потому что, во-первых, у нас есть такая магическая штука, которая называется интернетом. Это, правда, не по воле Бога, но тем не менее, интернет-радио, интернет-портал радио-центр Сангейтс благодарит Сагар Махараш и Шрикуру, и наших друзей, которые нас слушают. И это тройное www.sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108, sungates, солнечный оборот, на конце буквы С. Это наш скайп. Поэтому все вопросы, которые у вас есть, которые вы хотели бы задать или обсудить, пожалуйста, задавайте. Ну и программа записывается, будет выложена на YouTube, и вы сможете получить ее, прослушав, и отправить вашим друзьям, если захотите этого. Спасибо большое, Миша, спасибо радиослушатели. И это по воле Бога, эта передача. Без сомнения, вот, да, тут у нас все для этого создано. Спасибо большое. Спасибо всем. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.